Всех этих ребят объединяет одно. Каждый из них невероятно любит край, где родился, и ту природу, которой он богат. Юные лесники приехали на слет в город над Богом из 15 уголков нашей области. Все они занимаются в школьных лесничествах и хорошо знают, как правильно посадить дерево, когда надо собирать березовый сок, и как следует ухаживать за лесами, за его обитателями. На встрече у них появилась возможность пообщаться с такими же неравнодушными к матушке природе, как и они сами. Я заинтересовалась, у нас идет как кружок такой, как школьное лесничество. Мне понравилось, как мы ходили на экскурсии в наше лесничество Петровичское, все вот это вот, то, что там есть, и олени, вот это вот все. Мне, не знаю, очень понравилось, я так заинтересовалась, начала ходить. Ты хочешь с этим связать свою жизнь? Ну, возможно, но что-то точно с биологией будет. Я однажды вот с родителями ходила в лес, там было очень красиво, потом оказалось, что у нас в школе есть экологический кружок, мы туда ходим с друзьями, там кормушки, ходили в лес на экскурсии, убирали территорию леса, ходили на речку, там у нас есть лебеди, очень красиво, мне очень нравится. И, возможно, в дальнейшем тоже буду связывать свою жизнь что-то с лесами или с биологией. В школьных лесничествах, а их в области более 70, учащиеся отрабатывают навыки по проведению сельскохозяйственных мероприятий. На закрепленных территориях лесного участка ребята – частые гости. Многие из них уже решили и дальнейшую свою жизнь связать с лесом. Ежегодно выпускники школ становятся студентами Белорусского технологического университета и Полоцкого лесного техникума. Но даже те, кто не видит себя лесниками в будущем, всегда будут чувствовать ответственность за окружающую природу. Я счастлив тем, что я связал свою судьбу с лесным хозяйством, потому что мой отец был лесником. Я раньше тоже с малых лет с ним ездил в лес, поэтому полюбил природу, полюбил лес и до сих пор работаю. В народе бытует мнение, что лес растет сам по себе, без вмешательства человека. Но это далеко не так. Здесь собрались ребята, которые это знают не понаслышке. Их силами высажено много гектаров новых насаждений леса, очищены большие территории от захламленности, обустроены места отдыха. Как бы ни развивалась цивилизация, какие бы технологии ни внедрялись в пользование, каждому человеку все равно рано или поздно захочется отвлечься от этого и пообщаться с природой. С, пожалуй, единственной, к чему неизменно тянется его душа. Участники слета знают об этом не понаслышке, ведь для них природа уже давно стала частью их самих. Продолжение следует...